К этому концерту вокалисты готовились долго. В зале необычные гости. Два участника спецоперации. На нашу страну выпала такая ответственная миссия, как защищать своих граждан. Поэтому мы поем в поддержку наших бойцов. Это очень почетно. Я просто в жизни никогда их не видел. Я их видел по телевизору. Тут они будут сидеть в зале. Для них петь буду. Про родину, дружбу и, конечно, про Донбасс. Чтобы поднять боевой дух гостей, на одной сцене пели больше ста маленьких артистов. Если честно, для меня это первый концерт. Конечно, приятно. На детей талантливых всегда интересно посмотреть. Боец с позывным «Исток» – доброволец. До участия в СВО работал в охране. На передовую отправился в самом начале спецоперации. Попал в штурмовой отряд. Они всегда первые в наступлении. Выполняя боевую задачу, подорвался на мине. Осколочные по всему телу. Боец перенес не одну операцию. Лечился в Москве, Питере и Тюмени. Все ребята, которые там, они настоящие мужики. Выполняют работу тяжелую. В Тюмени, да, у нас очень хорошие доктора. Делали мне операцию в нейрохирургическом центре. Там очень хорошие специалисты. И ставят на ноги. Поставили на ноги врачи из Зенедина. У него пулевое ранение в левую руку. Тюмениц подписал контракт сразу после срочной службы в Хабаровске. Попал в мотострелковый батальон. В январе награжден медалью «За отвагу». Я получил ранение, получается, под селом Артемовск. Мы, получается, ехали на боевой машине. Выполняли задачу по вывозу мирных жителей. Ну, и попали под небольшой обстрел. Вывозили четверых мирных жителей. Это, получается, были две бабушки и две дедушки. Будущая жена, которая ждала меня дома, я очень сильно ее люблю. И вот я прям возвращался к ней. Приехал в отпуск и сразу женился. А сегодня на концерте. И здесь не обошлось без сюрпризов. Один из таких сюрпризов – это те письма, которые мы еще не успели донести до волонтерского центра. И решили тогда напрямую передать. Кстати, ансамбль «Музыкальный трамплин» объявил набор на вокал малышей. Пригласили заниматься пением и сегодняшних гостей. Для взрослых здесь есть хобби-класс. Анастасия Лизаревич, Федор Глазунов, Тюменская служба новостей.